Слушайте, слушайте, иудеи, Бог Израиля говорит вам, почему же, почему, скажите мне, ваши отцы оставили меня и кодят здесь иным богам? Он нечестивый, это лошадь! А что делают пастыри? Ничего. Они не задают вопроса, где Бог. Пастыри народа не верны своему господину, не верны. Правильно, он прав. Будьте справедливы друг другу, не обижайте вдов и сирот, измените свою жизнь. Опасно то, что он говорит, они его вышвырнут. Вы проливаете кровь невинных на вашей земле. Этим вы навлекли на себя страшную беду. Вы, это вы покинули меня. Живительный источник. И остались сосудами, в которых нет ни капли воды. Вы превратили этот дом, который принадлежит мне, в дом разбойников. И я воздам вам за вашу неправду и за ваш грех. Ступайте в Шилу, где стоял прежде мой храм. Смотрите, как я разорил его, потому что люди Израиля оставили закон мой. С этим храмом, куда вы приносите свои надежды, я поступлю так же. Я сравняю его с землей. Он должен замолчать. Я запрещаю ему говорить. Что станет с Иерусалимом, об этом думать буду я. О Боге он может говорить, что хочет, но как управлять, какую политику вести. В этом он ничего не понимает и не должен в это вмешиваться. Найти способ спастись от врага, который угрожает нашим границам. Это забота царя. Где бы ни начал этот человек говорить, схватите его. Да, господин. Я выполню твое повеление без прикослов. Он пугает людей. И отнимает у них надежду. Да, господин. Будет исполнено. Мне запретили говорить. Я должен оставить храм Игудия. Этот лицемер, он обвиняет меня в том, что я отнимаю у людей надежду. Он велел взять меня, если я не замолчу. Взять под стражу? Под стражу. Смотри на меня. Я опасен. Подстрекатель. Конечно, я пойду туда опять. Учитель. Разве можно мне запретить говорить? Прикажи льву, чтобы он не рычал. Или скажи птице, чтобы она не летала. Завтра я пойду туда. Не ходи, учитель, не ходи. Они схватят тебя. В тюрьме тебя никто не услышит. Но я должен говорить. Слово Божье должно быть услышано. Это мой долг. Я должен. Это слишком опасно. Очень опасно. Учитель, поешь. Я не могу умолчать. Принеси бумагу. Это все? Нам нужно больше. Больше у нас нет. Я передам тебе те слова, которые сказал мне Господь. Ты запишешь их и в храме ты прочтешь их вслух всем людям. Я... Они схватят меня? Нет. Они меня хотят схватить, а не тебя. Ты лишь инструмент в моих руках. Мой голос, мое перо. Пророк я. Тебя они не тронут. Иди, купи бумагу, перо и быстрее возвращайся. Спасибо. Спасибо. Можем начать? Да, учитель. Сейчас. Только заточу перо. Это быстро. Как странно. Одни записывают весть, потому что почитают своих богов. Мы же, потому что наш народ отвернулся от Бога. Я готов, учитель. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Поймите, вы сами обманываете себя. Вы крадете, убиваете, разрушаете брачные узы и приносите жертвы ложным богам. Жертвы ложным богам. Зачем вы превратили мою святыню в дом разбойников? Теперь я воздам вам за вашу неправду и ваш грех. Ступайте в шилу, которую я разорил вместе с ее людьми. Не болтай в допости. Кто арестовать? А чем вы лучше? Я пришел спросить с вас. Я говорил с вами, но вы не слушали. Я звал вас, но вы не отвечали. Поэтому я сделаю с этим храмом то же, что сделал с Шилою. Я сравняю его с землей. Я, Господь, говорю вам это. Он опять проповедует, хотя царь запретил ему. И Еремия? И что же он говорит? Нет, не Еремия. Всего лишь его ученик-помощник. Но это его слова. Еремия все продиктовал ему, и он читает это во дворце народу. И что он читает? Что мы совершаем зло. Что храм будет разрушен. Что Бог накажет нас. Гибель, разрушение, наказание Божие. Это все мы уже слышали. Он явно нарушил этим царский запрет. Скажи ему об этом. Мы должны это тоже услышать. Приведи его сюда. Михей, пошли приведем его сюда. Да. Это очень серьезно. Пойдемте. Я превращу радость и ликование на улицах Иерусалима. Прекрати, дай сюда, ты идешь с нами. Почему? Почему? Все, все, иди, иди. В чем дело? Я ничего не делал. Ступай, ступай. Как тебя зовут? Варух. Варух, Варух. Что за Варух? Сын Нири. И ты ученик Еремия? Да, господин. Дай-ка мне свиток. И тебе это продиктовал Еремия? Да, он. И велел тебе прочесть все это вслух? Да, он. Тогда прочти нам. Что, все? Да, то, что ты читал во дворе храма. А радость и ликование на улицах Иерусалима. Мне действительно читать? Читай, читай дальше. Вы творили много злого. И горе тебе, царь Иоаким. Твой дворец стоит на беззакониях. Это неслыханно. Это преступление. Наказать его. Читай дальше. И разве стол твоего отца был менее пышен? Но его управление было справедливо. Слабым и бедным он давал помощь. А ты ищешь только выгоду свою. Только это имеешь ты в своих помыслах. Ты проливаешь кровь невинных и угнетаешь свой народ. Ну все. Да, все. Этого достаточно. Отнесем это немедленно царю. Тебе конец. А что ты себе думал? Как можно оскорблять царя? Я только писал и читал. И все. Больше ничего. Пошли к царю. Он должен об этом знать. Ты останешься здесь. Спрячьтесь оба, чтобы вас никто не нашел. Слушайте меня, говорит Господь. Я послал к вам пророка. Но вы не приняли его. Если вы не обратитесь от злого, я разрушу храм. И не слышно будет смеха жениха и невесты. И повсюду будут только развалины. И раздаваться будут только стон и плач живых. Подожди. Читай дальше. Читай дальше. Так говорит Господь. Вы обманываете себя, крадете, убиваете, разрушаете брачные узы, приносите жертвы Ваалу и поклоняетесь ложным богам. Вы превратили мою святыню в дом разбойников. Так и я воздам вам за вашу неправду и ваш грех. И что? Читай дальше. Горе тебе, царь Иоаким. Твой дворец стоит на беззакониях. Ты думаешь возвеличиться роскошью, сооружая свои хоромы из кедра, как другие цари? И разве... Разве стол твоего отца был менее пышен? Но его правление было справедливо. Ты же проливаешь кровь невинных и угнетаешь свой народ. Читай дальше. Читай дальше. Поэтому, говорит Господь о царе Иоакиме, сыне царя Иосии, не будет его сидящего на престоле, и труп его будет брошен на зной дневной и холод ночной к вратам иерусалимским. Как можно сжигать слово божье? Это навлечет беду. Как нельзя, Господь прогневается. И никто из министров не разодрал своих одежд и не ударил себя в грудь. Они стояли и молча смотрели, как горели свитки. Как будто хотели навлечь на себя Божий суд. Но правду, правду нельзя сжечь. И потом царь приказал схватить нас. Нас здесь никто не найдет. Господь простер над нами свою десницу. А если нас кто-нибудь выдаст, весь город говорит о нас? Они больше не будут говорить, когда наступит день. Стенать и плакать они будут. Когда Господь покорает царя, его и всех, кто был с ним. Говорить они могут, кричать они будут. Вот только слышишь, что говорит Господь. Они не хотят. Мы заставим их услышать. Пиши. Я скажу тебе все прежние слова, какие были в первом свитке, еще раз и еще другие. Ты запишешь их и будешь читать их в храме Господнем снова и снова. Когда-нибудь они их услышат, услышат и поймут сердцем. Слушайте слово Господа. Вы из дома Иоакова и дома Израилева. Господь говорит вам. Откройте ваши уши и отомкните ваши сердца. Господу Богу вашему отдайте почести ему надлежащие, пока тьма не объяла вас, и ваши ноги не потеряли опору во тьме, и вы не свалились в бездну. Вы ждете света, но Господь превратит свет в тьму. О страна, о страна, о страна, услышь слово Божье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok